Боже, мы просим, открывай Слово Твое для наших сердец. Мы просим, Господь, чтобы Слово Твое входило в внутренность нашу, меняло наше мировоззрение, меняло наш взгляд на Тебя, на себя и на эту жизнь. Мы благодарны Тебе, Боже, что Ты послал нам Слово Твое, как светильник для нашей ноги. Боже, благословляем Тебя, Царь Славы, во имя Ишуа Мессии. Амин. Амин. И сегодня, друзья, я хотел бы поделиться вещами, которые Бог полагает мне на сердце. Все больше и больше я размышляю о вопросах, которые касаются жизни человека. Когда все хорошо, мы склонны просто расслабиться, правда? Ну, как бы хорошо и хорошо. Мы не вникаем особо в какие-то глубокие вопросы. Когда же приходит какое-то потрясение, какие-то скорби, какие-то стрессы, мы смотрим на это все и мы задаем себе такой вопрос. За что? Ну, почему так складывается? Ну, почему такая жизнь? Ну, почему столько несправедливости? Ты открываешь новости или включаешь телевизор, и просто ты хочешь его выключить. Я не знаю, как кто, но у меня часто такое вот ощущение. Хоть я телевизоры не смотрю, но тем не менее. В интернете ты смотришь новости, да, и ты смотришь какой-то там один на второго. А если, не дай бог, ты еще внизу комментарии так пробежишь глазами, так там вообще просто сплошная ненависть. Сплошное какое-то такое, я бы тебя просто порвал на кусочки. Просто бы вот... И знаете, что интересно? Со всех этих вот моментов, во всех этих комментариях, очень часто мелькает такое иногда прямое слово, иногда понятие справедливости. Да? Мы требуем справедливости. Опускай там вот это, опускай вот то. И вот просто все вокруг этого крутится. И, ну, вот почему так? Давайте установим эту справедливость. Куда идти? Туда. Давайте. Они не дождутся. Они... Вообще, вот просто все вокруг нас. Да, друзья? Я понимаю, что просто так вот эти слова, вот эти призывы, они не проходят. Они где-то оседают в жизнях, в сердцах людей. Люди накручивают себя. Люди присоединяются к чему-то, к каким-то действиям. И даже до конца сами не понимают, что они делают. И я вам скажу, что речь идет как у верующих и неверующих людей. Здесь мы говорим о таком понятии, как справедливость. И знаете, что интересно? Что слово это в нашем современном лексиконе, оно получило достаточно серьезное видоизменение. Точно так же, как слово любовь. Правда, да? Сейчас любовью называют все, что угодно. От действительно нежных чувств до какой-нибудь дикой похоти. И все это идет под определением любовь. То же самое, когда говорится о справедливости, говорится от безумной ненависти до какого-то такого непонятного состояния. Типа, а пусть будет как будет. Есть размытый образ достаточно серьезного понятия. И вы знаете, что мы можем увидеть это понятие в Библии. Множество людей, они просто отворачиваются от Бога и создают свои такие многочисленные рациональные концепции справедливости. Справедливости, которые на деле, на самом деле, оказываются предвзятыми попытками определенного идолопоклонства. Друзья, потому что в центре такой вот человеческой справедливости очень часто находится именно человек. Именно личность с ее страстями, похотями и всем тем, чем он в один. Именно человек становится центром человеческой справедливости. Его обидели, он, эта обида не дает ему покоя. И он не пытается даже посмотреть на ситуацию под каким-то другим углом, как-то размыслить. Мне плохо, значит ты не прав. Все очень просто. И для того, чтобы установить справедливость, нужно сделать тебе хуже. Тогда мне станет легче. И все. Справедливость восторжествовала. Очень простой момент. А пускай им будет плохо. Вот так вот. И вы знаете, друзья, когда мы открываем Писание, мы можем увидеть, что буквально с первой главы Решит, буквально, если я не ошибаюсь, с первой главы, недельной главы Торы, мы видим попытку установления справедливости. Помните двух братьев? Братьев, друзья, Каина и Авеля. Они приносят жертву перед лицом Господа. Одну жертву принимают, Авеля, да? Жертву Каина Бог не принимает. И мы читаем о том, что это очень сильно зацепило Каина. В его глазах это было несправедливо. Хотя, если посмотреть реально, что такого Авель плохого сделал Каину? Абсолютно ничего. То есть, у каждого из них была возможность прийти перед лицом Господа и что-то сделать. Но у одного получилось, а у второго не получилось. Несправедливо. Почему ему все, а мне ничего? И мы помним, что когда человек попытался установить своим взглядом, выровнять этот баланс, баланс справедливости, можем так сказать, это закончилось очень плохо. Один из них умер. Один из них умер. И мы знаем, что жизнь Каина, она полностью изменилась после того момента. Вот так вот плоть, вот так вот грех, он пришел в жизнь, в жизнь людей, человечества, и начал их разделять. Начал разделять. И когда мы дальше читаем Тору, мы видим снова и снова вопрос справедливости, он восстанавливается, он подымается. И люди по-разному приходят и решают эти вопросы. Кого-то обидели, не вопрос. Пошли вырезали город. Вот мы узнали, что этот человек с того города, мы всех там порезали, например. Мы там вот так вот, и им вот так вот, и вот то. И мы помним, что очень скоро дошло до того, что Бог, глядя на поколение Ноя, Он говорит, вот это зло. Люди, они творят зло и просто упиваются этим злом. Пошли по накатанной. Месть – это результат, это попытка установления справедливости. Согласитесь, да? Понятие мести связано с понятием справедливости. Они мне что-то сделали, и я ему сделаю. Это называется месть. Понимаете, да? Справедливость без Бога – это месть. Это желание зла тому, кто тебя обидел. Ну, это же справедливо, правда? Меня болело, пусть его болит. Но я посмотрю, как ему будет нравится, не нравится. Итак, все это попытки восстановить справедливость. Что это такое справедливость, друзья? Давайте мы посмотрим в Писании, вообще, как Библия учит нас смотреть на справедливость. Михея, 6 глава, 8 стих, говорит. «О, человек, человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно, мудренно ходить пред Богом твоим». Иными словами, когда мы говорим о Божьей справедливости, мы не говорим только лишь о какой-то ситуации, где с нами поступают нехорошо, но мы говорим об определенном образе жизни верующего человека. И речь идет о заповеди, потому что здесь написано, да, сказано тебе, что добро, любить, действовать, ходить. То есть, это такие повелительные вещи. «Люби, действуй, ходи». Это речь идет об образе жизни человека. И здесь вспоминаются знаменитые, вы помните другие места Писания, да, око за око, зуб за зуб. С одной стороны, как бы ты должен быть справедливым, но с другой стороны, вот есть такие места. Око за око, зуб за зуб. Ну, вроде как призыв к определенной мести, да, к определенной справедливости, к определенному воздаянию со стороны обидевшего тебя человека. И вы знаете, когда мы смотрим на законы, которые были в еврейском народе, мы понимаем, что эти законы были дарованы Богом, и они были милостивы. И они отличались от законов тех народов, которые были вокруг Израиля. Вы знаете, как выглядел принцип око за око у соседей? Ты меня ударил в око, я тебе выбью два. Ты мне выбил зуб, а я тебе челюсть ломаю, на всякий случай, чтобы неповадно было. Воздаяние было несоразмерным, достаточно большим и нещадящим друг друга. С другой стороны, когда мы читаем о Божьем законе, когда Бог его дарует израильскому народу, он говорит следующее. Во второзаконии 4.8. И если какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам. Вы видите, да? То есть он говорит, ну давайте посмотрим, закон он не просто данной, он справедлив. И нет такого уровня справедливости. Иными словами, око за око, зуб за зуб, это уровень достаточно высокой Божьей справедливости. Но нужно понимать, кстати, кто не знает, никогда этот принцип не действовал в прямом значении в Израиле. Никогда не приходили и не вытаскивали другому человеку глаз или выбивали зуб. Но обычно, или скажем так, всегда эти вопросы решались возмещением, денежным возмещением. То есть, что получалось? Например, при какой-то работе человек терял глаз. Нужно было прийти к судям, прийти к духовному совету, который был, возможно, в том городе, где ты жил, и предоставить это дело. Дело разбиралось. То есть, речь шла об определенном суде, где судья рассматривал, как это произошло, сколько лет этому человеку. Потому что мы понимаем, что одно дело потерять глаз пожилому человеку, дни которого, скажем так, короткие. Другое дело, если это молодой человек. Чем занят этот человек? Например, если этот человек вообще ничем не занят, то вы понимаете, да, что, ну, конечно, в любом случае глаз тяжело и плохо потерять. Но, тем не менее, если, например, ты работник, от которого зависит, твоя работа зависит от того, чтобы у тебя было хорошее зрение. Согласитесь, ну, совсем по-другому, правда? Учитывая все вот эти факторы, есть ли родня, нет ли родни и так далее, и так далее, и так далее. То есть, процесс был достаточно долгий, устанавливалась сумма содержания, сумма компенсации, которая должна была быть выплачена. То есть, мы понимаем, это достаточно долгий, кропотливый процесс, но, тем не менее, таким образом, справедливость на основании Божьего закона, она была восстановлена. Вы понимаете, да? Можно сказать, ну, так что ж, все равно же глаза нет. Понятно, его нет, но даже если ты вытянешь у меня этот глаз, его у тебя все равно не будет. И легче никому не станет. Поэтому, давай я лучше буду помогать тебе, возможно, до конца твоей жизни, возможно, буду помогать твоей семье и так далее, и так далее. Те же, смотрите, города-убежища, вы помните, да? Если ты случайно убивал человека, ты мог убежать, и был также определенный период времени, который ты мог находиться в этом городе, пока не умирал первосвященник, и ты мог вернуться все же домой. Возьмите вопросы нищих, бедных, вопросы юбилейного года, когда земля, которая была заложена, она возвращалась. Возьмите вопросы рабства, когда еврей, он продавал себя в рабство. Друзья, это все примеры Божьей справедливости. Божьей справедливости. И тот закон, который он даровал, он отличался от законов тех людей, которые жили вокруг еврейского народа. Итак, для того, чтобы понимать, что такое справедливость с точки зрения Бога, друзья, нам необходимо изучать Писание. Вы видите, что здесь написано, что закон я вам даю, это справедливый закон. Для того, чтобы не действовать так, как действуют народы вокруг, нам нужно разобраться, какой же должна выглядеть справедливость с точки зрения Господа. И именно Божий взгляд определяет, что справедливо, а что несправедливо в какой-либо ситуации. Вы знаете, когда мы смотрим на жизнь Ишуа, мы видим очень большое количество примеров того, как должна выглядеть справедливость, в каких поступках она должна быть реализована. Вообще, вы знаете, что жизнь Ишуа, когда он появился в этом мире, она была вызовом всему тому обществу, которое было на тот момент. Вы знаете, что Израиль, он жил с большим и сильным отпечатком греческих законов, римского права, и мы знаем, что оно было достаточно серьезным. И как греческое мышление, так и римское мышление, оно имело свое представление о понятии справедливости. И во всем этом появляется Ишуа, который также приносит нечто новое. И его высказывания, его решения, его поступки очень часто становились поперек всей той морально-этической системы, которая была в то время. Люди смотрели на него, они не понимали, почему он делает таким образом. Все очень просто. Вот есть человек виноватый, вот такое должно быть наказание, вперед, давайте будем наказывать. Но он приносит нечто совершенно другое, что отличалось от общего представления. Друзья, чего только стоила, например, его дружба с мытарями и будниками, и грешниками. Это было, ну, никуда это не годилось вообще с точки зрения того общества религиозного, которое было. Это было независимо от их религиозных партий или направлений. Ни фарисеям, ни саддукеям, ни зелотам, ни есеям не нравилось то, что он вот таким образом дружил с людьми, которые в их понимании недостойны были этой дружбы. Это, как бы, уделить им внимание, это было несправедливо. Зачем? Ну, что это? Знаете, как надо с ними поступать? Справедливо. Их нужно камнями побить, их нужно там отлучить, их нужно вот то, вот то, вот то. Вот это представление, да? Но он говорит, нет, любите их. Он говорил, обращаясь к фарисеям, говорит, что вы знаете что? Мы, тари и блудники, впереди вас идут в Царство Небесное. Вот если посмотреть на это глазами того религиозного общества, знаете что? Это пощечина. Мы просто иногда смотрим на Эшо, как на героя такого. Ха, молодец, сказал. Друзья, говорить такие вещи опасно. Вы знаете это, да? Потому что, когда человек таким образом выступает против существующего религиозного, достаточно сильно влиятельного общества, он рискует умереть. И мы знаем, что они очень часто порывались его убить за то, что он делает. Порывались принести свое понимание справедливости. Интересно, что так они этого и добились. Вы помните, да? Что в их понимании, чтобы выровнять этот баланс, проще было, чтобы он умер, чем терпеть все то, что он им говорил. Итак, мы видим, что Эшо, он представляет интересы обездоленных и обиженных людей. Тех, кому не очень-то хорошо хотелось бы даже здороваться или иметь общение. Вы знаете, что пророки, библейские пророки, они поступали точно так же, в том же библейском духе, как поступал Иешуа. Мы видим историю, когда Нафан приходит к Давиду, и он рассказывает историю о маленькой овечке. Помните, да? Царь Давид, завоеватель, великий. Тот, который увел Версавию у Урии. И он не понимал до конца, что он делает. Потому что, если бы понимал, я думаю, что он бы раскаялся сразу же. Но вот какое-то такое что-то происходило в его жизни. Нафан рассказывает ему историю и говорит, была у одного человека овечка, которую он сильно любил. И вот пришел однажды богатый и влиятельный человек, и забрал у него, и съел эту овечку, и поступил неправильно. И Давид кричит, все, немедленно, воздать ему, наказать его, и так далее. Да, вот такая вот просто, да будет справедливость. Царь устанавливает справедливость. И тогда Нафан говорит ему, царь, это ты. Ты тот человек, который взываешь к такому. И он остановился. Потому что он понимал, что если бы оказывать справедливость вот именно вот так, как себе представляется, то тогда эту справедливость нужно применить к своей жизни. А к своей жизни это очень и очень тяжело применить. Потому что придется заплатить очень и очень высокую цену. Вы понимаете, да, друзья? Думая о каких-то абстрактных образах, мы готовы применять наказание, мы готовы требовать эту справедливость. Просто в глаза вырывать ее. Понимаете? А когда эта ситуация переходит на твою жизнь, ты понимаешь, что лучше помолчать. Ты понимаешь, что на самом деле ты так же виноват. И есть Богу, что сказать тебе в твоей жизни и в твоих поступках. То же самое мы видим в служении Амоса. Мы видим в служении Исаии, который обращается к князьям. И он обличает людей независимо от их социального или религиозного или другого какого-либо статуса. Итак, мы понимаем, что для того, чтобы занимать такую позицию, Божьей справедливости, очень важно, смотря на людей, понимать, что они имеют ценность перед Господом, независимо от того, откуда они. Евреи это или неевреи, богатые, небогатые, оттуда, с другой какой-то группой. Неважно. Важно, что каждый из них имеет важность и ценность перед Господом. Это одно из ключевых пониманий. И когда Ишуа служил, он приносил Слово Божье, он приносил истину, независимо от того, кому он ее говорил. Мы видим это в Писании очень много раз. Собирались фарисеи, саддухеи, кто-либо другой. И он просто говорил то, что Бог видел. То, как Бог смотрел на эту ситуацию. Он просто не пытался как-то прогнуться под них. Вы понимаете, друзья, да? Приходили фарисеи, он говорит, ну вы же как бы гробы окрашенные. Вы же вот так-то и так-то поступаете. Они обижались. Он говорит, вы что, дети Авраама? Такие дети Авраама, он из камней Бог может лучше сделать. Они обижались. Приходили другие группы. И вы понимаете, в другой же момент, в каких-то правильных вещах, он их поддерживал. Иными словами, то, что правильно было, он соглашался, а то, что противоречило Слову Божьему, он приносил критику, приносил Божий взгляд на какую-то конкретную ситуацию. И неудивительно, как я уже говорил, что у него было очень много врагов. Потому что, если человек имеет твердую позицию, у него всегда будут те, кому он будет не нравиться. Это должно быть так. Потому что человек имеет позицию. Я не имею в виду позу. Я имею в виду свой зрелый, обоснованный взгляд на какую-то ситуацию. И верующие люди, они не всегда будут нравиться. Верующие люди не всегда будут нравиться. Ишуа, обращаясь к своим ученикам, он говорил о том, что, послушайте, меня гнали, и вас будут гнать. Почему? Потому что вы будете делать то, что делал ваш учитель. Вы будете приносить Божью справедливость, Божью справедливость, друзья, в определенные области и жизни людей. Итак, Ишуа просто безжалостно пресекает поиски собственного правосудия, продиктованного жалости к себе. Он пресекает эти попытки, когда мы смотрим на его служение. Он говорит вещи, которые несовместимы с человеческим пониманием справедливости. Если заставили тебя нести одно поприще, это уже несправедливо, правда? Он говорит, а ты неси два. Если ударили тебя по одной щеке, ну, подай другую. Это вещи, которые вообще, ну, послушайте, куда это годится? Это не то, что приятно слушать, не то, что хочется слушать. При этом важно понимать, друзья, что забота о бедных и нищих людях не является определенным Божьим фаворитизмом. Нельзя сказать таким образом. Я бедный человек, значит, я всегда прав, и Бог всегда на моей стороне. Друзья, не путайте эти понятия. Бог замечает грехи как нищих, бедных людей, так и богатых людей. И это не значит, что Бог, ну, вот просто делает вид, что, окей, вот то, что он бедный, несчастный, маленькая зарплата, живет в таких вот условиях, мы ему простим его ропот. А он богатый, он там еще что-то ропщет, так мы его обязательно накажем. Друзья, абсолютно нет. Потому что Писание учит тому, чтобы судьи, библейские судьи, они оказывали справедливость Божью, независимо от того, богат человек или нет. И Писание защищает также богатых людей от того, чтобы в их сторону не была оказана несправедливость. Вы понимаете, да? То есть, Божья мерила, Божий взгляд, он не зависит от социальной позиции человека. Говоря о Божьем суде, Исайя очень интересно описывает Божьи отношения к грешным людям. Давайте посмотрим. Исайя 9 глава, 14 по 17 стихи. Исайя 9, 14. И отсечет Господь у Израиля голову и хвост, пальму и трость в один день. Старец и знатный – это голова, а пророк – лжеучитель – его хвост. И вожди сего народа ведут его в заблуждение, и водимые ими погибнут. Поэтому о юношах его не порадуется Господь, и сирот его, и вдов его не помилуют. Ибо все они лицемеры и злодеи, и уста все говорят нечестиво. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. Иными словами, друзья, грешник есть грешник, и неважно, кто он и откуда. Но, тем не менее, Божье сердце к тем людям, обращено к тем людям, которые пережили определенное потрясение в своей жизни. То что-то произошло, он обеднел, он пережил какое-то несчастье, какое-то горе. Именно для таких людей Бог призывает оказывать справедливость. Он призывает тех, у кого все хорошо, к определенному балансу. Помоги этому человеку. Вы знаете, у нас есть коробка, на которой написано, там при выходе пожертвования, на иврите там написано «цдака». «Цдака» переводится как «справедливость». Это означает о том, что у меня сегодня есть, но я положу нечто в эту коробку для того, чтобы у бедного человека, которому дадут из этой коробки, также что-то было. Я оказываю справедливость, я оказываю любовь и поддержку для этого человека. И вы знаете, даже если ситуация произошла по вине человека, а такое бывает, Бог не отворачивался от него. И через покаяние и милость Он устанавливал свою справедливость. И очень яркий пример мы читаем в такой истории. Это Иоанна 3 глава, 8 глава с 3 по 11 стихи. Очень известная история. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, поставив ее посреди, сказали ему, «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать такими камнями». Очень просто. Давай установим справедливость, правда? Вот она взята. Давай, начнем. А он говорит дальше. «Ты же что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им, «Кто из вас без греха первый брось на нее камень?» И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то, и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, «Женщина, где твои обвинители?» «Никто не осудил тебя?» Она отвечала, «Никто, Господи». Иисус сказал ей, «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Вот такое дело. Смотрите, ситуация была достаточно известна, и процедура была тоже достаточно известна. Она не была, возможно, соблюдена полностью, потому что привели женщину, мужчины не было. Тем не менее, она не отпиралась о том, что она виновата. То есть, факт ее греха, он не нуждался в доказательстве. Она была виновата. И что интересное делает Ишуа, смотрите, можно с одной стороны поступить так, как сказал бы закон Моисея, как говорил закон Моисея, это было бы правильно, и это не было бы каким-то нарушением перед Господом. Но все же, Бог повелевал таких женщин побивать камнями. Но я думаю, что Ишуа, будучи тем, кто знал сердце, он смотрел глубже, в глубже сердец книжников и фарисеев, и в глубину сердца этой женщины. Мы видим, что она стоит, все понятно. Вот как бы должна быть смерть. Но никто не задался вопросом, почему она блудница. Вы понимаете, да? Никто не спросил этого, Никто не сел в ней и поговорил с ней. Возможно, она переживала нечто страшное. Может быть, она жила сама. Вы знаете, проституцией не занимаются для удовольствия. Есть какие-то причины, которые вынуждают человека идти таким путем. И в те времена этих причин еще больше было, чем в наши современные времена. Вы понимаете, да? Она могла быть просто одинокой женщиной, которая понимала, что заработать она ничем не может. Она не, ну, как бы, вот так. Мы не знаем. При этом Ишуа не оправдывает ее грех, но обращает внимание на состояние сердца как такового. при этом являя Божью милость и Божье прощение. Вы понимаете, да? Есть ему, что сказать каждому человеку, как книжнику и фарисею, так и той блуднице, которая приходит к нему. Каждому из нас ему есть, что сказать. И если бы мы требовали справедливости в своей жизни, именно справедливости, то горе нам было бы, я вам говорю, друзья, я не хочу, чтобы Бог поступал справедливо со мной. Я хочу, чтобы Он поступил со мной милостиво. Потому что по справедливости мы достойны ада и достойны серьезного Божьего наказания в нашей жизни. Я не хочу справедливости от Бога. Я хочу милости. Но здесь появляется другой момент, друзья. Проблема тогда, когда мы требуем этой справедливости для других. Но хотим милости для себя. Обратно же мы читаем новости. Вы помните, да? Вот эти состояния, которые накручиваются специально обученными людьми. Мы требуем справедливости. Мы требуем то, 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 воздаяния, наказания и прочее, прочее, прочее. Послушай, а ты бы хотел, чтобы в твою жизнь пришла такая вот справедливость, человеческая, без милости, без пощады. Да, пускай по закону. Но такого, знаете, как бы жесткого подхода, без всяких вариантов. Никто из нас этого не хочет. Никто из нас не хочет встретиться с Господом, как с судьей справедливым, но не милостивым. Понимаете, да? Итак, часто так бывает. Мы видим человека, который согрешает. Мы легко находим места Писания. Мы стягиваем наши камни. И мы готовы. Мы готовы ими кидаться друг в друга. Готовы бурлить вот это вот, знаете, такое. «Опускай, опусть, а вот ему, а вот так, а я не прощу, а мне надо время, там много времени, 10 лет мне надо, а вот то, а вот не могу» и так далее, и так далее. Вы знаете, друзья, беспристрастность – это важный библейский принцип. Он вытекает из понятия того, что Бог нелицеприятен. Бог нелицеприятен, мы говорим, ну и что, пускай. Но беспристрастность, она очень часто начинает доминировать в понятии справедливости. Она очень отрицательна и очень ограничена. И Ишуа учит нас справедливости с любовью, которой свойственно сострадание, милость и глубокая преданность людям. И такая справедливость, она борется не просто с каким-то абстрактным злом, безразличное к людям, которые в ней нуждаются. Такая справедливость служит этим людям. И вы знаете, это не была только лишь проблема фарисеев. Это проблема невозрожденного и необновленного Божьим Словом сердца человека. Луки 11 глава 42 стих говорит, «Но горе вам, фарисеи, что даете десятину смяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божией. Сие надлежало делать, и того не оставляй». Иными словами, исполняй заповеди Божьи, старайся делать это скрупулезно, внимательно, но не оставляй любви и милости Божьей. Не оставляй ее, буквально не требуй всего того, именно вот так. Старайся посмотреть за ситуацию. Старайся посмотреть на человека с точки зрения той ценности, которую он имеет в глазах Господа. И справедливость, она присутствует во всех видах наших взаимоотношений. И для каждого из этих отношений есть свои законы. Писание учит оказывать на справедливость в браке, в семье, работе, заботе о животных, в образовании. Нельзя просто так развестись. Просто потому, что тебе вот там не понравилась жена. Не нравится мне, знаете, как бы это не будет справедливо. Нельзя изменять друг друга, это также не будет справедливо. Нельзя бить своих детей просто потому, что ты сильный, и они слабые, они ничего не могут сказать. Нельзя кричать на них и раздражаться. Это, ну, только из-за того, что они маленькие. Нельзя, чтобы твое животное, твой ослик, на котором ты пашешь, он падал без еды, и ты лишал его пропитания только потому, что ты хозяин, а он животное. Абсолютно нет. Это, если мы поступаем таким образом, это говорит о жестокости в нашем сердце. И когда ты имеешь работников, справедливость говорит, отдай зарплату вовремя, когда есть какой-то судебный процесс. Не бери залога такого, после которого бы человек падал. И вы помните, да, что если кто-то заложит свою одежду до захода солнца, отдай ему, потому что ему будет холодно, когда он будет спать. Но можно сказать, ну как же, как же, одежда – это залог. Я же не хочу, чтобы меня обманули, я же хочу, чтобы у меня был залог. Это же справедливо. Я ему что-то даю, он мне одежду дает. Да, это справедливо, но ты поступи милостиво. Ты поступи милостиво. Экклезиаст, размышляя об этих процессах, он говорит следующее, в 7 главе, 20-22 стихах. Экклезиаст 7, 20-22. Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе, раба твоего, когда он злословит тебя. Ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других. Вот что нужно помнить. Когда появляется желание отреагировать бурно на какие-либо слова против тебя. Вот что нужно помнить. Были моменты, когда ты делал то же самое перед Господом. Поэтому если ты где-то услышал, что кто-то что-то там где-то ворчит, или как-то там говорит, послушай, разное бывает в этой жизни. Люди бывают разочарованные, люди бывают обозленные. И они часто даже сами не знают почему. Они сами не понимают, что происходит в их жизни. И так получается, что ты попадаешься им под руку, и после этого начинается какое-то приключение. Будем, друзья, больше милостивы. Будем больше милостивы. Невозможно установить справедливость, настоящую Божью справедливость, оторвав себя от Писания. Друзья, невозможно. Никакой гуманизм, он не способен принести действительно Божью справедливость в этот мир. И понимая это, мы можем более спокойно реагировать на те новости, о которых мы читаем. К сожалению, мы живем с вами, друзья, в несправедливом мире. И лучше дела не становятся. Не становятся. Что мы можем изменить? Прежде всего, мы сами ответственны за свои жизни, поступки и слова. И перед тем, как кого-то приводить на суд, давайте взвесим с любви. И я хотел бы уточнить один момент. Я не говорю о том, чтобы мы игнорировали поступки человека. Абсолютно нет. Я говорю о росте в способности оказывать милость людям. Грех есть грех. Грех есть грех. И одним из важных принципов справедливости – это возмещение ущерба, друзья. Это будет справедливо, правда? Но мы понимаем, что бывают разные моменты. Например, так может произойти, что кто-то, кто беден, ну, вот нет у него денег, да? Например, человек может просто, танцуя где-то у нас в общине, просто, например, сесть на ваш любимый iPad и раздавить его. Возможно, правда? Возможно, почему нет. Или кто-то возьмет, позвонит в ваш телефон, он упадет и разобьется. Справедливость говорит – отдай, возмести, правда? Ну, нечем возместить. Какая у нас ответственность? С одной стороны, человека, который это сделал, ответственность, постараться это сделать настолько, насколько он может это сделать честно, а не откладывая это в какой-то долгий ящик. Потому что есть и такие варианты, знаете, когда человек одалживает у тебя деньги, а потом говорит – ты знаешь, я тебе отдам, только не сейчас. Да, я обещал тебе, что в понедельник, но я тебе отдам, когда у меня появится. Потому что я, ты понимаешь, не только у тебя одолжил, еще у тех бандитов с одного места, со второго и с третьего. Так вот, они меня обещали застрелить, а ты, человек верующий, потерпишь. Хорошо? Ну, мы понимаем, что это лукавство на самом деле. Хотя ты можешь отдать, продать что-то, как-то возместить это. Это лукавство. То есть справедливо будет тебе отдавать, и справедливо будет, возможно, войти в ситуацию этого человека и сказать – послушай, отдай мне сколько можешь. И тогда, когда можешь, я готов потерпеть, я готов подождать. То есть ты оказываешь со своей стороны милость, вникая в ситуацию, в жизнь этого человека. Понимая, что это произошло не специально, понимая, что не было в этом коварного плана и какого-то, такого вот, знаете, хитрого задума. Друзья, это Божья справедливость. В ней есть человек, в ней есть любовь, в ней есть Писание. То есть, с одной стороны, один восполняет, с другой стороны, второй поступает по любви. И ситуация не игнорируется, она решается. Но решается таким образом, что Бог прославляется. Прославляется. И очень часто, друзья, мы можем видеть иногда, верующие бизнесмены между собой путятся, что-то там один взял у другого, а теперь ты мне должен, ты меня подставил, ла-ла-ла. Такой бред, говорят иногда, вы знаете, воззвание. И ни один из них не хочет поступить по любви. Все хотят по справедливости. Друзья, вспоминайте, что сказал екклезиаст. Были моменты, когда ты сам поступал так же. И ты не хочешь Божьей справедливости, ты хочешь Божьей милости в своей жизни. Итак, вы должны расти. Если доверие в твоих отношениях с кем-то исчезает, пойди и примирись с этим человеком. Это будет справедливо. Ты его обидел. Ищи теперь его лица, ищи его сердце, путь к его сердцу. Быть справедливым, друзья, это значит исправить зло и восстановить те нарушенные взаимоотношения, которые произошли. Вы помните историю Закхея? Это Луки 19, 8. Он был мытарем, его не любили. Но когда Ильшуа пришел в его жизнь, когда он увидел вот это принятие, вот эту любовь, не просто подход по закону, но любовь со стороны Ильшуа. Это настолько сильно и глубоко коснуло сердце Закхея, что он в таком просто восторге, он начал благословлять Господа, радоваться. Он говорил, если я кого-то обидел чем-то, я в четыре раза вас дам. Я верну все то, что я украл у людей, как я их обманул. Я поступлю правильно с ними. Вы понимаете, да? Ильшуа говорит, и это Сын Божий, и это настоящий израильтянин, и для него есть спасение. Это человек, который поступает правильно в соответствии с Торой. Друзья, мы должны изменять себя. Так, чтобы наша совесть была более чувствительна к тому злу, который мы делаем, чем к тем грехам, которые делают против нас. И вы знаете, если мы правильно научимся сами оценивать состояние наших душ, то во многих моментах судей нам просто не понадобится. Вся Нагорная проповедь, когда мы смотрим на нее, она призывает нас к инициативе установления Божьей справедливости. Вы знаете, как можно было бы ее выразить таким вот, каким-то общим слоганом? Блаженны, алчущие и жаждущие справедливости для другого, для другого. Если что-то произошло, пойди и приберись. Если это, пойди и ищи лица этого человека. Старайся быть милостивым. Это вот та основная мысль, к чему призывал Ишуа. Следующее, друзья. Перестаньте ожидать справедливости от людей, которые не знают Бога. Успокойтесь. Их разум не обновлен писанием. Я не говорю о том, что неверующий человек не способен поступить справедливо. Способен, безусловно. Вы понимаете, и на милость способен, и на любовь, и на хорошие поступки. Но все же, но все же мы понимаем, что сердце такого человека, оно не обновлено писанием. И гуманизм, он иногда, ну, где-то похож на писание, но все же это разные вещи. Все же это разные вещи. Бывают моменты, когда ты понимаешь, что ты не можешь поддерживать мировоззрение какого-то человека, потому что оно противоречит Библии. И исход, 23 глава, 2 стих, учит нас следующему. Не следуй за большинством на зло, и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды. Не следуй. Если большинство следует за зло, принимает какое-то решение, которое противоречит писанию, оставайся на месте. Тебе не нужно разделять судьбу этой группы, тебе не нужно быть вместе с ними. Только из-за того, что где-то когда-то они, так скажем, угадывают, да, это не значит, что ты должен быть частью какого-либо общества. Будьте мудры, друзья, будьте мудры. Мы часть тела Христа. Мы часть Божьего тела. Это наша задача приносить свет и понимание Божьей справедливости. Я вам скажу, далеко не всем людям это понравится. Далеко не всем людям это понравится. Потому что у вас не будет ненависти к тем, кому популярно иметь ненависть. Вы сможете общаться с теми, кого, может быть, большинство ненавидит. Так поступал Ишуа. Он обращался к глудникам, обращался к грешникам, обращался к людям, недостойным с человеческого взгляда. Но он приобретал эти сердца. Он не мирился с грехом, который был и там, и там. Но приносил Божье Слово в эти ситуации. Приносил Божью милость и Божий взгляд в эти ситуации. Наша ответственность с вами, друзья, соответствовать уровню Писания, а не уровню общественного мнения. Это то, к чему призывает нас Господь. Как мы можем увеличить справедливость в этом мире? Прежде всего, поступая справедливо и приводя людей к Богу. Я верю, что чем больше будет верующих людей, тем больше в этом мире будет Божьей справедливости. Больше Божьей любви. Больше Божьего сердца будет явно. Друзья, будьте милостивы друг к другу. Прощайте быстрее. Миритесь быстрее. Если вы потеряли связь с сердцем человека, ищите эту связь. Пойдите, поговорите. Пойдите, попросите прощения. Не доводите себя до того времени, когда вы предстанете перед судьей. Не доводите себя до этого момента. Потому что вы можете услышать то, что вам очень сильно не понравится. И лучше пускай он поступит с нами милостиво здесь, в этом мире, чем очень принципиально и справедливо там. Аминь, друзья. Слава Господу. Давайте мы с вами помолимся. Боже, мы благодарим Тебя, что Твой взор на каждого из нас. И взор, он не просто справедлив, но он милости, Боже. По справедливости мы не достойны называться и быть Твоими детьми. Господь, по справедливости мы достойны наказания, Боже, и вечного отделения от Тебя. Но Ты же являешь милость. Через Иешуа, через Слово Твое, Ты учишь нас быть Твоими детьми. Солнце Твое всходит и над добрыми, и злыми. День начинается и для добрых, и злых, независимо от их поступков. И Ты говоришь, что так мы будем с сынами Твоими, если будем поступать милостиво и благочестиво перед Твоим лицом. Господи, помоги нам, научи нас. Справедливость, Боже, Твоя нам не свойственна, Господь. Мы часто хотим мести к Божьему. Я прошу о том, чтобы вот это ожесточение против друга, против верующих и неверующих, против верующих и неверующих людей, оно ушло, Господь, и пришла мягкость, пришло понимание. Боже, нам нужна мудрость в каждой ситуации, потому что не всегда мы понимаем и знаем, как поступить правильно, как поступить справедливо. Господи, нам сильно нужна Твоя мудрость. Отец, мы обращаем свой взор к Тебе. Господи, меняй нас, меняй наш взгляд. Боже, дай нам прилепиться к Слову Твоему, чтобы нам жаждать Слову Твоему. Дай нам, Господь, взывать к Тебе. Боже, в простоте сердца, научи нас отпускать. Научи нас, Господи, милостиво относиться друг к другу. Благословляем Тебя, Царь Слава. Благодарим Тебя, Святой Израиль. Благодарим Тебя, Твердыня Великая. Боже, благословляем Тебя, Всевышний. Благодарим Тебя, Хоро-о, 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 Хоро-о-о. Субтитры создавал DimaTorzok Только Ты один, Ешуа Только Ты один, Ешуа Только Ты один, Ешуа Мой Господь Только Ты один, Ешуа Только Ты один, Ешуа Только Ты один, Вешуа, мой Господь. Субтитры создавал DimaTorzok